В Подмосковном Сколково сегодня проходит международная конференция по проблемам аутизма. Называется она «Аутизм. Выбор маршрута». Собравшиеся обсуждают вопросы диагностики, ранней помощи и создания условий для развития обучения и полноценной жизни в современном обществе людей с расстройствами и с аутоэтическим спектром. На мероприятие пригласили вице-премьера Ольгу Голодец, министра здравоохранения Веронику Скворцову, министра образования Дмитрия Ливанова, министра труда Максима Топилина. И там же среди министров находится моя коллега Катя Базанова, которая сейчас с нами должна выйти на прямую связь из Сколково. Катя, привет. Катя, слышно ли дождь? Привет, Антон. Вот если ты видишь, сейчас за моей спиной люди начинают выходить из конференц-зала. Это как раз закончился... Антон, ты меня слышишь? Да, Катя, прекрасно слышу. Привет. Я надеюсь, что ты меня хорошо и слышишь, и видишь. За моей спиной конференц-зал, откуда только что начали выходить, выходить зрители и слушатели, так сказать, первого с этой конференции. Что самое важное? Это конференция, которую устраивают не просто активисты, не просто родители, не просто специалисты, которые занимаются многие годы аутизмом. Эта конференция проходит с поддержкой правительства. Это особо подчеркнула Дотя Смирнова, президент благотворительного фонда «Выход». Как она сказала, очень многое для того, чтобы состоялась эта конференция, сделала Ольга Голодец. Так что можно сказать, что в России, по крайней мере, проблема аутизма уже получила такую государственную поддержку. Что касается высокопоставленных гостей, то, как выяснилось перед самой конференцией, очень большие коррективы внес неожиданно Владимир Путин. Он вызвал сразу нескольких министров, которые должны были здесь присутствовать. То есть из заявленных и Максима Топилина, и Вероники Скворцовой, их обоих здесь нету, были только заместители. Но был, собственно, персоной Дмитрий Ливанов, министр образования. Он выступил, сейчас скажу немного, чуть позже, о чем он говорил. Также Ольга Голодец не смогла присутствовать, она только оставила, так сказать, такую поздравительную телеграмму с тем, что вот открывается эта конференция. Выступление Дмитрия Ливанова. Что он сказал? Ну, во-первых, с 2013 года в России действует закон образования, где прописаны, по крайней мере, стандарты среднего образования для детей, страдающих аутизмом. Ливанов сказал, что сейчас, можно сказать, власти российские только в начале пути. И поэтому еще предстоит действительно создать вертикаль, этот стандарт образования, по которому могли бы обучаться эти дети. По статистике, около 1% людей на Земле страдают той или иной формой аутизма. То есть это либо легкая форма аутизма, которая просто люди немного менее общительные, чем все остальные, и другие, которые действительно очень замкнутые, которые нуждаются в лечении. Кто еще выступал? Какие интересные были вещи? Представитель Министерства Минздрава сказал о том, что очень важно, что с прошлого года поменялась статистика, и теперь люди, страдающие аутизмом, учитываются в ней отдельной строкой. Поэтому понятно, на какой регион, какое должно быть выделено финансирование. Очень интересный гость еще один, мы хотим с ним буквально, наверное, минут через пять поговорить. Это губернатор Воронежской области. Как оказалось, Воронежская область это такой передовой регион с точки зрения работы с аутистами. У них запущена, по-моему, уже два года она длится, специальная программа. Мы обязательно поговорим с Алексеем Гордеевым об этом. Ну и что еще? Начали уже выступать иностранные специалисты. Это представители Гельского университета. Это те, кто занимается также в Соединенных Штатах, проблема аутизма и в других странах. Ну, собственно, это передовой опыт. И одна из преподавателей Гельского университета, которая совсем недавно выступила, сказала, что были некоторые проблемы из-за политической и нынешней реальности. Но все же все специалисты, которые хотели доехать до Сколково, сегодня доехали. И вот в течение трех дней они будут выступать, они будут делиться опытом. Антон. Да, Катя Базанова, спасибо тебе огромное, которая находится сейчас в Сколково, где обсуждают проблемы аутистов. И давайте сейчас перенесемся из Сколково в российский МИД. Там Сергей Лавров.